Я аж так... Не ожидал, что так быстро команды загонят. Но теперь зато мы знаем точно, что... У нас у каждой команды есть своё поле. Это очень хорошо. Значит, ребята все будут показывать только лучшую и самую лучшую игру. Ну, сейчас посмотрим вообще, что из этого выйдет. Снова они играют М5. Они уже классно показали в первом туре на команде Израиль, что вот с ними шутки плохи. Что всё-таки это топ-команда, топ-левела. Ну, и я думаю, М5 сейчас докажет очередной раз, что они очень крутые. Да, фотки посмотрим чуть попозже. Будем смотреть. Будем смотреть, что будет дальше. Вообще, я уверен, что вот... Ну, как бы я говорил сегодня, что первые две игры это такое разыгровочное мяско, которое мы вот просто смотрим. Конечно же, радуемся за наших парней. Но самое интересное начнётся с третьей игры. Третья, четвёртая, пятая игра сегодня. Будет ещё и шестая. Ну, будут просто жёсткие. Ну, сейчас мы вторую смотрим. Ну, кстати, хек один в два. Можем посмотреть с плентом. Минус один. Уходит, диффузит фарид. И фарид сейчас просто получит в пачку. Да. Лёгко. Берёт этот раунд хек. Смотрим внимательно, что сейчас происходит у нас. Пушчёт. Ну, да. Как бы, в принципе, что и следовало ожидать. Жёсткий. Жёсткий контроль вообще по ходу атаки. Контроль карты от М5. Контроль экономики. И контроль всего, чего можно. Ну, я думаю, что здесь тоже очень быстро пройдёт игра. И очень быстро парни из М5 сейчас доведут всё до победного конца. Эдик, Фокс, Доси, Рома и Хек. Состав не поменялся. Хотя ходили страшные слухи, что ребята могут распасы. Кого-то могут выгнать. Был скандал в Польше. С участием... Ну, небольшой такой скандальчик. С участием с М5. Ну, в общем, да. Как бы, как всегда, без приключений не обошлось. Но главное, что состав прежний. Ребята, я думаю, сделали свои выводы. Ну, и сейчас уже... Ну, ничего не должно давить там на М5. Хотя, кто его знает. Ну, я думаю, что сейчас уже вот всё. Как бы, надо себя показывать. Надо доказывать. Но ситуация сложнейшая в группе СК и ДТС. СК и ДТС. Это жесть. У М5 кто кэп? Ну, дружище. Ну, такие вопросы, не знаю, в школе задают ещё. В третьем классе. Эдик, капитан Москова 5. Координатор. Кстати, очень хороший капитан. Ну, вот то, что команда в последнее время не... Не то, что не удивляла. Знаете, все ждут очень более яркой игры от Москова 5. И они могут её показывать. Но что-то постоянно мешало. Что-то не получалось. Ну, это наш менталитет. В общем, ладно, посмотрим. Там, тебе нравится комитет КС? Конечно, мне нравится комитет КС. Я... Я всё здесь понимаю. Это мне больше всего нравится. И вообще... Это же КС. Что за вопрос? Бомба стоит спокойно. Вышли на плент. М5. Смотрим выбивание. Фарид по улице шьёт. Двери. Трубу. Нет, тут никого. Фокс, кстати, на скале. Сейчас под собой Фарид и пропустил. Начинает... Он его услышал. Фарид здесь натопал. Минус Фарид. Это инфа скала. ВП трое девять. Фокс прошивает. Делает минус. Смотрите, вот хорошо там залепил хэдшот. Все красные, кроме ВП у французов. Ну, я думаю, что вряд ли что. А, тут ещё и Роба переднюю шьёт. И Хек с под плента. Смотрите, вот ребята работали. Минус. Главное... А кто плант контролит? Ну, повезло. Сейчас прыгнуло. Хэлтвэ 7-1. Вы видели, как, кстати, занимали позицию? Один девятка. Один скала. Оба шьют вверх. То есть никого в пленте. Перед будкой был Доси. Хек, по-моему, находился в трубе. И контролил плент. Прошивал снизу трубы диффузующего. И один, по-моему, ещё должен был прошивать над будкой тоже диффузующего. То есть там раунды есть. Раунды есть. У Хека плётка. Ну, в общем, смотрим, как он будет хлыстать французскую команду. Игра пока... Ну, опять же... В одни воротам. Но параллельно просто ничего интереснее нет. Если бы что-то было, мы бы с вами это смотрели. Но так я уже для себя определил, что посмотрим, как наши и наши сыграют с французами. Потом между собой. Вот всё. Вообще шутки и какое-то, знаете, игривое настроение закончится уже после этого второго тура. Потому что дальше начинается жесть. И для М5, и для ДТС сегодня. Завтра играют Na'Vi. Ещё раз, для особо диких ультрас, троллей ультрас команды Na'Vi, которые вот очень болеют за команду, но не знают, куда она играет. Я вот сообщаю, что Na'Vi играют завтра с утра. С 11.30 по Киеву. Вроде бы как, если расписание не поменяли. Ну, сейчас точно вам скажу. Ну, да, с 11.30 по Киеву, хотя нет, с 10.30 вообще по Киеву, потому что... Ну, не знаю, будем ли мы смотреть вот эта группа А и Б, матч на сцене будет. Там уже будут такие не самые решающие матчи в группе А и Б. Ну, в общем, вообще с 10.30. Это всё начинается. Наверное, я к этому времени к вам приду и буду тоже комментировать все игры. Раз решили комментировать СВЦ, так будем комментировать его. Очень хорошо. Ну, смотрим, плётка хлыстает потихонечку. Хек тут будку пытается разорвать. Фок за красным на поджиме ловит одного из французов. Всё чётко, плётка шьёт 9. Я просто хочу за Хеком посмотреть больше, чем там за какими-то фрагами. Ну, кстати, есть весёлый момент. Давайте за ним и смотреть. Так, как думаешь, что выйдет в финал? Очень трудно сказать. Вообще, приятный турнир. Весь топ в этом году. Ещё один такой будет. Это будет, конечно же, Волт Сэбергим с 8 по 11 декабря. Опа! По отжиму будки минус есть от Фарида. Выбил плент. Эдик с Фоксом вдвоём. Эдик делает минус. АВП и Киошима! Ага! Минус АВП по отжиму будки. Киошима также третьим решил в будке умереть. Шьёт, Доси, 1 хп. О, трое. Я про Досю забыл, ребят. Доси жив. 1 хп. Фокс. Киошима! Вырубает Досю. Какой ниндзя из Франции? Фокс в девятке. Эдик в 9 с плентом. Скидывает Фоксу. Фокс на точку. Шлёпается. И ещё и ставит минус Эдик. 9-1. В общем... В общем, понятно, да, что происходит. Носили команды 3D Max. Но на сегодня, наверное... Ну, не считая последней шестой игры, с мрачными матчами покончено. Я так думаю. Потому что 13.30 кипа Киева. Через полчаса матч Moscow 5. ДТС. После этого ДТС-СК. В 3 часа, кстати, эта игра. И в 4 часа по Киеву мы посмотрим СК Moscow 5. Ну, тут просто развлечение сейчас полное пошло от команды Moscow 5. Они бегают, уничтожают по всей карте французов. И тут даже, знаете, кричать и напрягаться нечего. Здесь всё понятно. Здесь чёткая игра в исполнении М5 на своей любимой карте. Второй нюк подряд. Ну, вот, кстати... Знаете, есть такое предположение, что может быть нюк с командой ДТС. Но ДТС-то должны посмотреть последние результаты, на чём играли М5. И, может быть, что-то поменяется. Хотя такие ребята, знаете, упертые ДТС-ы. Ну, и могут сейчас устроить третий нюк подряд Moscow 5. Посмотрим. Вообще игра будет просто кайфовая. Мы с вами, я думаю, насладимся всем этим делом. Я даже сейчас попытаюсь, наверное... Да, попытаюсь проанонсировать всё это дело в Стиме. Пока, в принципе, ничего такого жёсткого на сервере не происходит. Небольшой размен. Фокс на улице. Можем посмотреть за ним. Что он там будет делать? Вот, кстати, есть игрок в ангаре наш. Ну, а... Да, я запланирую матч на... Ну, наверное, да, на 13.30. Так и запланирую его по Киеву. Это игра ДТС-М5. М5 против... Не, вообще... Знаете, я вообще спокоен. Очень чётко играют. Одна и вторая команда. И почему-то мне кажется, что... Вот игра между ними будет действительно интересной, напряжённой. Ну, и как всегда... Жёсткой. Оп. Запланировал события. М5 ДТС. Кто в Стиме находится, я думаю, это заметили. Ну, тем временем 3Д Макс взяли раунд. Поэтому, знаете, вот наш прогноз там 3, 4, 5 раундов. Ну, то, что я сказал, по крайней мере. Ну, он где-то так. Он где-то близок. Не, ну что здесь делал Вилат, я не знаю. У меня просто вот честно. Как будто у меня земляной голем подо мной тут ночевал. Что происходит? Надо спросить у Вилата, что они делали ночью. С чем закончился близкон. Это, конечно, жесть. Ну, поехали. Поехали смотреть дальше. Выход Аплент. Быстро решили играть М5. Под флешечки, под дымы запустили троих в точку. Минус Эдик. Кстати, в четвером остаются. Шьют французы с улицы. Двое в девятке уже готовы врываться. Там же, по-моему, АВП прошивает под углом. Посмотрите, там канал контролит. Ну, готовы убивать. Готовы выбивать сейчас. Плент 3Д Макс. Есть минус Адосия от Киашимы. 4,3 в большинстве. Двое Адосия и Рома остаются. Рома вот очень хорошая позиция в спину. Здесь под флеш Досия вышел. Рома на шифте. Все четко по таймингу. Диффузит. Бомбу. Его не ждут. Его не слышат. Да есть же! Рома тащит раунд. АВП не успевает. И улетает в воздух. Под крышу. Денюка. Над желтой будкой. 11.2. М5. Как бы рвут. Рвут потихонечку своих врагов. Тут нечего сказать. Тафа здоров. Вообще здоров мужик. Здорово. Тафа здесь. Да. Комментирует. ЕСВЦ. И будет находиться здесь 3 дня. Сегодня, завтра и послезавтра. Я бы сказал бы 3 полных дня. У нас будет КС 1.6. Я думаю еще 1.6. Фимейл. Мы посмотрим. Там финал по крайней мере должны по-любому с вами глянуть. Ну может быть какой-нибудь финал по сорсу еще. Тоже так. Было поржать по основу. У меня кстати подлагивать начало ХЛТВ. Аркада от французской команды закончилась провалом. 4 игрока московской команды живы. У ХЕКа 2 хупе. 12.2. Последний раунд первой половины. Ну и в принципе знаете вот. Можем делать просто ставки. Кто меньше раунда в первых двух матчах потеряет. М5 или ДТС. Если кто смотрит игру ДТС Израэль. Можете мне поставить параллельный результат. Хотя это можно наверное если работает спорбот на ХЛТВ Орк. Можно посмотреть это и там. Вот я сейчас это наверное сделаю. У нас идет небольшая. Нет аркада все таки. Аркада не будет. Нет не будет аркады. Кстати ДТС не играют. Сейчас Израэль они должны пропускать тур. Да. Вот так вот. СК Израэль. ДТС Израэль последний тур. Ну как бы такое. Не самое интересное. Минус от Доси. Минусует он Киашиму. Минус от Эдика. Доси уже на пленте. Здесь Фарид где-то тусуется недалеко. Наверное на Б. Да на Б. Ну в общем да. Такая вот игра себе. Такая. Такая интересная игра. 13-2. Счет первой стороны. М5. Рвут опять. Ну короче круто играют. М5. Что сказать. Пока что все спокойно. Не было достойных соперников. Будем оставаться. Наверное реалистами. И будем. Будем ждать 3-4-5 игры. Где все и решится. Да продолжаем смотреть. 13-2. Смена сторон. Тут даже сразу же начали играть. Ребята. Ну в принципе ребят. Ну что говорить. В аркаде Б. В пистолетном раунде. Право не прочекали. Минус от Доси. Пробили. Правда Рому. Подождите. Пробили. Ох. 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 А что так с хеком вообще произошло на Б. Что он так. Как-то по таймингу вообще не успел. А был посередине. Ну видимо придется побороться. Да. Окей. Ну ладно. Теряли немножечко времени. Не страшно. 13-3. Счет матча. Чуть больше раундов мы посмотрим. Но. Самое главное. Что через 20 минут начнется игра ДТС М5. ДТС сейчас. Вот. Они сейчас. имеют паузу. И они. Наблюдают просто за тем что происходит. И конечно же. Вот сейчас. В данный момент решается. Что будет играться. Будет ли это ДТС 2. Будет ли что-то еще. Ну в общем посмотрим. Будет ли это нюк в конце-то концов. Или. Решат не играть его. Ну тут диглбай. Смотрите. Диглбай. И. По сути. Может получиться очень интересная закупочка. Фокс делает минус. Рому забирают. Дося ответил. Это рампы. Пытаются дальше на Досю пойти. Дося уходит. Кстати к нему уже хелпа пришла. В виде Эдика. Эдик здесь чекает. Здесь трое. Французы идут на троих. Это провал по-моему. Если сейчас выйдут. Они выходят. Удачно. Ну как удачно. 2 в 2. 1 на 1. Хек. Остается. Против Сайвенко. И. Хек смотрит в спину. Точнее Сайвенко. Да. Ой как смотрит. Не засчитал. Не засчитал сейчас игрок Москву 5. Хотя могло все получиться очень прикольно. Ну теперь фулл эко придется сделать. Москву 5. Ну и после этого уже играть на оружии. Ну в принципе я думаю победа из рук М5 ну не должна никак уйти. Я не думаю что французы сейчас играют за атаку. Будут творить чудеса там. И обыграют команду Москву 5. Ну не того уровня команда. Не того. Кто бы мне что ни говорил там не писал. Покажи статистику. Тут нечего сейчас ребят реально смотреть. Ждем третьей игры. В принципе эта игра уже может решить знаете второе место в группе. Вот матч Москву 5 ДТС. Это заранее игра за второе место. Потому что мы остаемся реалистами. Мне кажется СК могут победить и одну и вторую команду. Но никто не застрахован от того что либо ДТС либо М5 либо и та вторая команда выиграет УСК. Это будет самый крутой расклад. Я вот я буду счастлив если такое произойдет. И обе команды пройдут дальше. Я уверен что они могут пройти. Ну что 13-4. Рома сейчас пытается с Эдиком взять этот раунд. У Эдика 5 хп он на рампах. Рома скрипнул дверью. Сейчас полетят вот сюда к Эдику. А тут только тайминг спасет Эдика. А он сп... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну минус. И назад. Ушел. Хорошо. Здесь Рома должен... Ой-ой-ой-ой. Как хорошо. А где француз? Отлично. Эко с Успами берется. 14-4. Пользуем 5. Ну и наверное сейчас мы еще 2 раунда с вами посмотрим. И на этом все закончится. Довольно все просто. Довольно просто. Ну вот кстати в 3 часа по Киеву будет еще игра GNA SC. Но нет. Мы ее смотреть точно не будем. Потому что в это время ДТС будет играть с СК. После этого СК М5. Во-о-о-о. Нет. Сегодня будет круто. Сегодня будет вообще чудесно. Я вот всем любителям Counter-Strike. Я ко всем фанатам, близким, родственникам, друзьям игроков. ДТС, М5. И вообще людям переживающим за отечественный киберспорт. Советую быть вместе со мной. Потому что игры будут действительно зачетные. Эко-раунд у французской команды. Эдик... Ой, Рома уже в будке. Эдик уже сделал минус гранаты. Там и Дося вроде бы прошивает. Да. Вот работает на поджим. Есть один все-таки АКМ у Фаридом. Но я думаю он сейчас команду из Франции никак не спасет. И здесь никаких проблем не будет. У Москва 5. Еще один раунд в их копилку. Хотя наш минус 2. Эдик и Хек вдвоем. Уходит дверь. Хек в будке. Наш вышел. Видят друг друга сейчас. Игроки М5. Но они на пленте. Они не пойдут за нашим. Они будут ждать его из будки и из девятки. Друг по другу попали. Сейчас все увидели будку. Наш 20. Хек нашивает. 15-4. Ну в общем. Такое. Такое французское мясо. Сейчас. На сервере мы две карты наблюдаем. Ну видимо. Видимо просто слишком многого хочу от 3D Max. Видимо все-таки это не Millennium. К сожалению. К сожалению это не Millennium. Но и Millennium кстати тоже. Очень понятно что это такое. Конечно у нас есть вот. Французская команда. Которая все-таки считается топ 1. Это я считаю все равно. Что это и Сахара. Что они сейчас. Самые жесткие французы. У нас еще на турнире будут такие ребята. Как Virus Gaming. Из Франции. Но. Жаль что нет и Сахары. Они бы здесь посмотрелись. Как нужно. Да. Уже. Поубивали всех. Сразу нам сделали рестарт. На сервере спасибо. Победа. 16-4. От Москвы 5. Ну очень просто играют наши ребята. Со всеми своими соперниками. Все очень легко. Стоп пока что сделаю. Стоп пока что сделаю. Стоп пока что сделаю.